Добрый вечер, Гомель! Друзья, наши программы, ваши аплодисменты, студия Андрея Васильева «Драйв». Ребята, здравствуйте, ну и это студия ваша, начинайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он называется «Золотое кольцо Гомельщины». В него включены наиболее интересные объекты в нашего региона. Это какие? Ну, ясное дело, что это дворец Румянцевых и Паскевичей, наш прекрасный парк. Конечно, но кроме этого, это районные центры, это Чичерск, Лоев, это Карма, это Речица и многие-многие другие. Все из них интересные. На самом деле, мы многого не знаем. Думая о том, что мы много всего знаем, на самом деле, в этих городах можно посмотреть и почерпнуть для себя очень много интересного. Тут бы и местным жителям, наверное, гомельщанам не мешало бы сесть в автобус или свой транспорт и проехать по этому пресловутому «Золотому кольцу Гомельщины». Конечно. Кроме того, очень много объектов включено в историко-культурное наследие Республики Беларусь. И это тоже достойно, интересно и на самом деле не займет много времени, но очень будет вам полезно и интересно. Кроме того, в области есть и агроусадьбы. Наши хозяева агроусадьб смогут не только вкусно покормить, тепло встретить, но и показать интересные обряды, гуляния, много-много всего интересного. Здравницы наши готовы не только организовать лечение, отдых, но и, кроме того, насытить ваш досуг, ваши выходные интересной культурной программой. То есть, если я правильно понимаю, есть туризм и в классическом виде могут предложить? Конечно. Есть виды туризма разные совершенно. Здесь от предпочтений туриста. Мы можем выбрать маршрут промышленной направленности, например, посмотреть, как все-таки происходит гравировка алмазов на кристалле. Мы можем увидеть и посмотреть, как все-таки налажено производство комбайнов на Гомсельмаше. Мы можем протестировать комбайн на полигоне в том числе. То есть, это отдых совершенно разный. Хорошо. Протестировать комбайн на полигоне. А может ли турист, пожелавший, например, сесть за руль этого самого комбайна и самолично управлять этим промышленным гигантом? Ну, не без помощи персонала, конечно. То есть, такая опция тоже допустимая и возможная. На самом деле, вот сейчас на Гомсельмаш реализуется большой проект, он называется «Гомсельмаш туристический». Там, значит, мы проходим по сборочным цехам, мы смотрим на производство. И да, действительно, мы можем протестировать, мы можем посмотреть и побыть водителем. Да, можем. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила, очень приятно. Ну, если бы меня звали Руслан, я бы, наверное, ответил, что Руслан меня зовут. Но нет. Людмила, откуда вы к нам звоните? Я звоню из Гомеля. Отлично. Ну, какие весенние хлопоты у вас? С чем сталкиваетесь весной? Ну, с весной такие хлопоты. Вот тополин и пух летают, вот такие хлопоты. То есть, вам он тоже немножко доставляет дискомфорт? Совершенно верно. И на работе окно открываешь, он залетает, и дома летает, и по улице преследует. Вот, обещаю, мы об этом поговорим сегодня вечером. Оставайтесь вместе с нами на нашем канале. Ну, я так понимаю, что вы хотите... Хотела бы поучаствовать вот в ответе на вопрос. Итак, повторить вам вопрос? Повторить. Итак, вопрос у нас сегодня следующий. Несмотря на то, что их существует более 300 различных типов, большинство людей в мире едят один вид, называемый кевендыш. О чем идет речь? Я думаю, что это банан. Где ваши аплодисменты? Конечно! Конечно, это речь идет о банане. Так что, Людмила, мы вас поздравляем. Этот пригласительный билет отправляется к вам. Побудьте на телефонной связи. Наш редактор запишет ваши координаты и расскажет, где и как вы сможете забрать это честно. Заработаем благодаря бананам. Пригласительный билет на Ночь музеев. Напомню всем остальным, что завтра Ночь музеев состоится по адресу Пушкина 32 в Охотничьем домике в музее истории города Гомеля. Там состоится прекрасное представление. Так что все желающие приходите. Спасибо вам, Людмила, за участие в нашей игре. Аплодисменты вам. Марина, все-таки про туристические дела хотелось бы продолжить разговор. Наверное, не один я заметил, что на наших улицах и на улицах районных центров все больше и больше иностранной речи, иностранных граждан, тем более с приходом теплых дней. Так ли это? Да, действительно, это так. Я думаю, что иностранной речи будет еще больше. Кроме всего прочего, известно, что безвизовый режим сейчас существует на территории Республики Беларусь. Либерализация в этом плане произошла. Иностранцы доезжают и до Гомеля в том числе. Сейчас готовится концепция аэропорта Гомель. И по этой концепции безвизовый режим будет применен в том числе и по аэропорту. В таком случае иностранцу не нужно будет преодолеть этот путь из Минска до Гомеля, а буквально здесь, на Гомельской земле, мы его можем уже встречать. Ну, хотя из Минска до Гомеля тоже можно чего посмотреть? Да, конечно, это все верно, но дело в том, что если цель его приехать к нам, то это будет сделать еще проще. Что в первую очередь иностранных граждан интересует? Что хотят посмотреть? Ну, все-таки хотят посмотреть город. В первую очередь это наш город, это парк и дворец Румянцева. А как же комбайны? Не без этого. Сначала иностранцы очень интересуются нашим парком, очень восхищаются им. После чего отправляются по музеям нашего города и предприятия промышленные в том числе. И выезжают за город. Выезжают за город, смотрят загородные комплексы, пригород, туров и нацпарк Припятский. Но то, что касается загородных комплексов, вот агроусадеб, их становится больше или... Скажем так, значит, агроусадеб больше не становится, но качество оказываемых ими услуг действительно улучшается. Можно говорить о том, что, значит, в этом году агроусадебы приняли порядка 35 тысяч человек, и это на самом деле на порядка 10 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть качество оказываемых услуг действительно становится лучше. Больше заключено договоров, больше принято туристов, качественные услуги оказаны. Хорошо. Ну а сами гомельчане? Насколько активно подходят к вам, звонят, заходят, интересуются, куда поехать, что посмотреть, где побывать в Ирвове? Даже вот в черте города далеко не все знают, сколько у нас в городе всего интересного находится. А выехать по области, а выехать по стране? Хочу сказать, что, знаете, интересоваться историей города, родного края, области, республики, это становится модным. Хочу сказать, что достаточно большое количество людей именно хотят по стране. И здесь действительная статистика тому подтверждения, вот по итогам прошлого года 23 тысячам человек было организовано услуг по путешествиям внутреннего туризма. Эта цифра достаточно высокая, и каждый год она повышается. Поэтому, да, интерес есть, есть спрос, есть предложение. Скажите, а вот год Малой Родины в этом направлении, что ведется, какая работа и что предлагается туристам? Я хочу сказать, что, значит, на то, на год Малой Родины, да, сделан акцент на региональных маршрутах, на кластерах региональных. В этой связи разработаны маршруты такие, как, допустим, там Мой Кроветковщины, да, там Чечерск, Дарына Ровли и прочее. Это региональные маршруты, но они насыщенные, очень интересные. Показательным в этом плане можно говорить о Калинковическом районе, значит, создан маршрут, он региональный, он, значит, Автюковский маршрут, это... Ну, это безусловно, все, наверное, ждут этот сезон, когда состоится фестиваль легендарный. Фестиваль юмора, совершенно верно, значит, это усадьба знаменитая, на базе усадьбы создан маршрут, он такой полезкий, он Автюковский. Да, что? Домик Деда Талаша. Это один из объектов этого маршрута, и, как бы, в каждом районе имеется вот своя такая изюминка. То есть, год Малой Родины, и в регионах мы показываем то, что лучшее. И это имеет свой спрос, это находит своего туриста. Ну, вот-вот придет летний сезон, уже готовы к приему туристических групп? Уже можете спрогнозировать, насколько по сравнению с прошлым летом будет больше в нашем городе туристов? Ну, тяжело спрогнозировать, потому что каждый сезон бывает по-разному, на самом деле. Но очень много работ ведется и по инфраструктуре, и по материалам, которые мы можем предложить, рассказать и показать. Очень много проделаны работы зимой, осенью. Это в части участия в международных выставках, различных семинарах, крупных туристических мероприятиях. Поэтому я думаю, что в этом году в области туристов будет еще больше. Мне кажется, что у нас есть чем гордиться, что показать. Безусловно, с этим никто спорить не станет, начиная с Золотого кольца Гомельщины. Это действительно интересно. И по результатам наших поездок, да, можно говорить о том, что туристы здесь будут всегда. Вот совсем скоро, буквально на днях, 24-25 числа, будет Гомельский экономический форум. Будет секция «Туризм Гомельщины перспективы развития». И вот в этом году уже зарегистрировало 67 человек. Ну, если один туристический автобус – это 45, то вот мы уже, нам приходится заказывать два. То есть вот действительно интерес большой, очень большой к нашей области и большое пристальное внимание. Ну, я думаю, вы периодически будете заглядывать к нам на огонек, рассказывать обо всех новостях, которые происходят на Гомельщине туристической. Ну, и, конечно же, таким образом знакомить и наших зрителей, и наших жителей с тем, что же интересно у нас происходит. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Друзья, впереди еще много интересного, о чем хотелось бы рассказать этим вечером. Но обо всем сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Друзья, весна в самом разгаре. А это значит, что вокруг все цветет и радует глаз. Но, как выяснилось, далеко не всем. Для кого-то именно этот период вызывает множество проблем. Заложенность носа, слезоточивость от пульцы и запаха цветов – это лишь незначительное проявление аллергической реакции. И этот вопрос сегодня среди весенних хлопот и весенних проблем тоже будем разбирать. У нас сегодня в гостях главный аллерголог области. Можно я вас так представлю? Оскар Маркович Гехт. Эти аплодисменты вам. Так, за что же весна устраивает аллергикам? По большому-то счету такое испытание. Ну, это не наказание. Это так. Судьба такая. Потому что, да. Потому что заболеть может любой человек. Но считайте, что это заложено генетически. И сейчас болезнь называется поленоз. От слова полен – польца. И различают три сезона цветения. Для нашей климатической зоны. Это весна, когда цветут деревья. Больше всего это береза, ольха, лещина. Это конец марта, апрель и половина мая. А затем наступает период цветения луговых трав. Который все путают с цветением тополя. Это вот сейчас этот период, да? Тополь как раз не вызывает аллергию. Ну, вот и телезрительница наша Людмила тоже сетовала на то, что тополь доставляет какие-то проблемы. Пыление тополя идет около двух недель. А в это время, вот конец мая, весь июнь и половина июля цветут луговые травы. Или луговые злаки называются. Это все сено, которое мы знаем. Есть названия очень интересные. Ежа или ежа. Костер есть такая трава. Тимофеевка. Мятли, которые все любят. Вот и так далее. Я хочу заострить внимание на тополином. Тополь как таковой аллергию вызывает крайне редко. Песни про него слагают. Вот вы говорите про полевые травы, но они же далеко, а в центре города. У нас, мы живем, это кажется, что мы живем в одном асфальте. На самом деле, нас окружают поля и леса. Мы ведь, Беларусь очень зеленая страна, и поэтому можем гордиться. Но этим и страдают те, кто... То есть даже каменные джунгли города не способны задержать? Я вот был в Нью-Йорке, и даже там есть полинозники тоже. Да ладно. Да. По статистике много ли людей? Значит, дело в том, что статистики реальные мы нам никогда не получим, потому что далеко не все обращаются. Если жители города обращаются чаще, то жители села намного реже. Ну, пишет статистика, 10 до 50% населения может заболеть. И чем лучше мы будем жить, тем выше будет уровень цивилизации, тем больше будет полиноза. Подождите, то есть есть вероятность того, что у меня тоже на что-то существует аллергия? Мы не швейцарский банк, но гарантии не даем. Как узнать склонность человека к аллергии? Мы не делаем же пробы всем подряд. Мы делаем тем, пробы и диагностику, тем, у кого есть симптомы. А симптомы мы уже красиво рассказали. Это насморк, чихание, зазотечение, кашель и, возможно, еще банхоспазм и развитие пульцевой банхиальной астмы. Редко, но бывает еще и кожное проявление. Там, где контакт с пульцой, может вызывать кожное проявление тоже. Драматит и так далее. Поэтому это заболевание довольно серьезное. Болеет все больше и больше людей. Я уже работаю давно в этом деле, в этом бизнесе, как говорят. И уже есть уже и дедушки, и бабушки приходят даже с внуками. И это все больше и больше. Мы чувствуем это все. Но вот вы говорите, передается в большинстве случаев генетически. Генетически, но из внешней среды на абсолютно здоровый человек может какой-то фактор повлиять? Генет говорит, нет абсолютно здоровых людей, если недостаточно обследованы. На самом деле, конечно, пробы, я еще раз говорю, делают не по желанию, а по симптоматике. Все-таки пробы надо ставить тем, кому нужно. Пробы мы ставим не во время цветения, а ставится конец. У нас получается, что, например, сорные травы заканчивают свисти в конце сентября. Это особенно касается полыни, которую все видели. И на полынь очень много аллергии. Чем еще опаснее, что, кроме того, что вот это то, что я сказал, нас мочеками в свистечении, некоторые виды полиноза сопровождаются перекосной пищевой аллергией. Вот те, у кого аллергия на пыльцу деревьев, они могут плохо переносить яблоки, круши, все косточковые, орехи, даже вот сырую морковку. И таких это есть. А уже потом, по мере, как летом наступают свои права, возникает уже аллергия на мед, потому что там сплошная пыльца. На некоторые спиртные напитки, где вот есть полынь, все, что мы знаем, аперитивы, любимые там мартини, вермуты, там есть полынь. Поэтому у пациентов, у которых имеется аллергия на полынь, им категорически нельзя это применять. Мы предупреждаем. Мы каждому больному даем памятку. Что можно, что нельзя. Каша на воде оставит? Почему? Мясо есть. Сало, вот тут говорят, неплохо все. Не можно подобрать питание, в принципе, любому человеку. Главное, правильно к этому отнести. Кроме той пыльцы, которая летит к нам с бесконечных полей в городе для людей, страдающих аллергией в этот сезон, ну, скажем так, что представляет наибольшую опасность? Ну, тут, понимаете, тут цветение, сам воздух, в котором мы дышим. Поэтому, если мы, например, при банхе, мы говорим, открывайте окна на ночь, то при поленозе мы говорим, закрывайте окна на ночь. Каждый, кто болеет поленозом, он вечером приходит домой, меняет себе одежду, принимает душ. Некоторым даже принимает активированный уголь. Настолько это, чтобы от пыльцы освободиться. И закрывает окна. И даже некоторые есть виды фильтров специально для кондиционеров, чтобы пыльца в дом не попадала. Это ведь серьезно. Много детей болеет. Просто я не детский аллерголог, я взрослый. Но мы знаем, кто приходит к нам, очень много детей болеют уже тоже этим заболеванием. Ну, вот скажите честно, вот если есть проблема, ее, безусловно, надо и решать. От аллергии вылечиться можно? Или это уже карма? Это значит, если честно говорить, то вылечиться нельзя. Потому что клетки памяти были и будут всегда, всю жизнь. Вопрос просто, чтобы симптомы были менее интенсивные. Поэтому есть два основных вида лечения. Есть так называемое лечение причины. Это лечение этим же. Например, если человек вызывает аллергию полы, то можно этой же полынью вводить. Его есть в уколах, таблетках, есть капли специальные под язык. Это самый лучший способ, потому что это не действует на причину заболевания. А есть второй способ, это симптоматическое. То, что все делают, те, которые к нам обращаются довольно поздно. Это капли в нос, капли в глаза и таблетки принимают от аллергии. Желательно, конечно, все-таки принимать все это с участием для начала участкового доктора. А потом мы с удовольствием подключимся и поможем, конечно. О чем нельзя в такие периоды забывать, выходя из дома? Ну или даже присутствие дома все-таки пыль домашняя тоже может спровоцироваться? Домашняя пыль – это немножко другое, скажем, заболевание. Это заболевание круглогодичное. А полиноз – это сезонное заболевание. Поэтому каждый поступает, как может, у кого-то есть большие деньги, он может уехать на этот сезон куда-нибудь. Или на север глубоко, или глубоко на юг. Например, если уже в пустыню уезжает, там практически ничего не цветет. Поэтому тут у каждого поступает по своим средствам. Мы со своей стороны, и врачи общей практики, и терапевты, и аллергологи, помогаем и во время цветения, и потом основная наша обязанность – это помогать, чтобы этого не было или было в меньшей степени. Поэтому мы приглашаем тех пациентов, которые заболевают, в поздней осени прийти на пробы. А для Гомеля для этого есть на взрослых два варианта. Есть гомельский городской аллерголог, принимает на базе бывшей девятой политинике, сейчас называется отделение филиала номер 2, улица 8 Яногородня, 1А. Кто знает, это на Сельмаша, в сторону Мильчи. И это для города Гомеля и Гомельского района. Мы занимаемся в Гомельской области все, кроме того, что я сказал выше. То есть у нас даже пошли на то, что нет предварительной записи. Только мы хотим помогать людям с области, которые все-таки больше обижены в этом плане. Но гомельчане этим делом пользуются, что мы принимаем всех, и приходят к нам тоже. Поэтому немножко очередь создаем. А почему сезон выбран именно на позднюю осень? Потому что все отцвело, и можно заниматься спокойно и диагностикой, и лечением. Во время цветения пробы делать нежелательно. Можно спровоцировать тяжелый приступ. Я думаю, что не только у меня, но и попозже еще у зрителей появятся вопросы. Так что подключайтесь к нашему разговору. Мы работаем, друзья, в прямом эфире. Наши контакты, наши координаты на ваших экранах. Не стесняйтесь, звоните, присоединяйтесь к нашему доброму вечеру. Но я думаю, что после таких полезных советов и серьезных разговоров необходимо просто наш добрый вечер разбавить в хорошие музыкальные композиции. Напомню, что вместе с нами сегодня великолепные музыканты студии Андрея Васильева Драйв. Ребята, эти несколько мгновений нашего эфира ваши. Поехали. Ребята, эти несколько мгновений нашего эфира. Ребята, эти несколько мгновений нашего эфира. Ребята, эти несколько мгновений нашего эфира. Великолепные музыканты студия Андрея Васильева Драйв. Ваши аплодисменты, друзья. Ну а мы продолжаем. Сегодня говорим о весенних лопатах. Пришло время поговорить о том, что активное солнце в этот период тоже для кого-то может быть хорошим знаком, для кого-то не очень. Ребят, ну, наверное, уже не только я, а многие обратили, что ну как-то середина мая вы уже успели загореть. Где? Ну это мы так отпраздновали День Победы. У нас было много выступлений в этот день. Мы практически целый день с утра провели. И до самого вечера на улице светило солнце яркое. Мы вот такой... То есть пользуясь уже предположением, заодно еще и успели подзагореть. Андрей, скажи, а вот тебя солнце любит, как ты ощущаешь? Да, да, да. Я не горю, мне здорово, я загораю с удовольствием. А иногда, вот знаешь, солнце особенно любит тех, у кого есть веснушки, оно их еще усугубляет. Есть такая проблема? Нет, к сожалению, у меня нет. Хотя я бы, наверное, даже бы, да. Оскар Маркович, ну вот с точки зрения врачебной веснушки, это что, тоже аллергия или это вот такая косметичная? Не готовился к этому мозговому, это не аллергия, конечно. Нет, это никакого отношения к аллергии это не имеет. Это пигментное, нарушение пигментного обмена на фоне повышенной инсоляции. Тоже генетически обусловлено, кстати. Ну, есть у нас сегодня гости, которые знают о красоте все и даже чуть больше. Сегодня у нас в гостях косметолог Александр Чеботарева. Сашенька, здравствуй. Здравствуйте. Саша, ну, веснушки, это что такое? Ну, как правильно уже доктор сказал, это пигментация, ну, как правило, проявляется с детства. В раннем возрасте, уже к пяти годам, у светловолосых деток, у кого светлая кожа и, конечно, рыжеволосые, красивые детки. Но весна-лето, когда солнце более интенсивно яркое, просто ярче видно. То есть это такая уникальная особенность, кому-то она дана, кому-то не дана, бороться с ней бесполезно или все-таки? Ну, бесполезно. Есть, конечно, сейчас очень много процедур, люди хотят убрать пигментацию, но не совсем веснушки. Это уже солнышко поцеловало. Ясно. Ну, Саш, скажи, а вот что происходит с кожей с приходом весны? Чего после зимы не хватает или... Конечно, не хватает витаминов. С точки зрения косметологии. Да, не хватает витаминов. Зимой мы все равно недополучаем овощи, фрукты, питание у нас немножко несбалансированное. И кожи не хватает влаги, потому что зимой мы мало пьем. Вода у нас участвует в обменных процессах, для кожи очень важно. Кожа обезвоженная. Многие приходят и говорят, что у меня сухая кожа, но в самом деле просто спрашивают, человек очень мало пьет воды. Просто воды. Ну, как-то надо с этой ситуацией справляться и мужчинам, и женщинам. Кстати, мужская и женская кожа, насколько я знаю, она имеет какие-то отличия. Можешь пояснить, какие вот, как косметолог? Женская кожа, конечно, более чувствительная, более тонкая, нежная кожа и требует более тщательного ухода. Но мужская не меньше. Мужчины должны заботиться о своей коже. Вот. И те, и другие должны заботиться о своей коже, о своей внешности. Что посоветуешь, на что обратить внимание в весенний период? В весенний период, даже уже чуть-чуть раньше, надо начинать с февраля месяца, принимать солнцезащитные крема, использовать с СПФ, фактор защиты. Солнцезащитный фактор. Обычно на дневных кремах, кто, девушки, пользуются декоративной косметикой, всегда указано СПФ защита, если есть. На это надо обратить внимание. И также солнцезащитные фильтры должны быть. И наносить. Особенно, вот когда, ребята, сказали, день на солнце, загорели, чтобы не возникла уже пигментация, та, которую придется уже устранять. Косметический такой дефект. Спасибо за советы. Эти аплодисменты тебе. Но сегодня ты не только пришла с полезными советами, но еще и с полезными действиями. Сегодня вот у нас уже здесь все необходимо подготовлено. И я так понимаю, что какие-то процедуры, мастер-класс с комментариями и рассказом о том, что происходит с кожей в это время и какова от этого польза будут сегодня. Мы сегодня покажем то, что небольшую процедуру можно... Давай, мы тебя поддержим и твою модель поддержим аплодисментами. И пока что переместимся на эту часть. Значит, мы сегодня поговорим о том, что можно приготовить для ухода за кожей в домашних условиях. Все мы любим скрабы. Значит, в домашних условиях. Скраб у нас применяется для удаления роговевших частичек нашей кожи, верхнего слоя, чтобы кожа была у нас гладкая, красивая. Значит, что мы можем использовать? В домашних условиях все мы любим кофе. Значит, кофе мы, когда завариваем, у нас остается всегда немножечко... Которую все мы нещадно выбрасываем. Но не все выбрасывают. Все любят использовать его как скраб. Чтобы у нас получился такой вкусный, хороший, красивый скраб, можно добавить меда. Это придаст нам такой однородной массы. Можно использовать хорошо в бане, в сауне, когда кожа уже распаренная, будет больше эффект. Сегодня мы покажем немножко на руки, чтобы небольшой участок у нас нанести. Значит, мы смешиваем кофе с медом в любое количество, в зависимости, какой участок кожи мы хотим нанести. Смешали кофе и мед. Ручки у нас, допустим, если мы на кожу рук... То есть два ингредиента вполне достаточно для того, чтобы получилось как метрическое средство. Арома масла, например, если нет аллергии, если мы знаем, да, на ароматические масла. Немножко нанесли. Оскар Маркович, а на ароматические масла тоже, возможно, какая-то аллергия? Все может быть, конечно. Каждый раз узнаю все больше и больше. Да. Предварительная модель нашей ручки в мыло. То есть мы наносим на чистую кожу. И можем легкими массажными движениями делать такой легкий массаж. Если мы наносим на лицо, то сделаем по массажным линиям очень аккуратно. Потому что на лице кошка очень нежная. Вот. И можно потом посмотреть, какое у нас будет отличие, да, кожи. Будет приятный запах. Как ощущения? Приятно. Вот. Расслабляюще. Также в домашних условиях у нас часто используют кубики льда. Кстати, вот мед, отработанный кофе, это все хорошо и прекрасно. Но у нас весенний сезон, весенняя пора. И совсем скоро на грядках начнут появляться первые огурцы. Первая петрушка. Первые, ну, какие-то фрукты, овощи. Возможно ли это все с грядки прямо использовать вот именно в рецептах красоты самодельных, домашних? Ну, все знают, что огурчики у нас идут как увлажняющие, да. Мы кусочек отрезаем, протираем личикой. Естественно, не забываем, что на очищенную кожу. Не так, что мы на даче поработали огурец. Потому что, да, мы должны убрать загрязнение, пыль. Также очень хорошо собирать травы. Ну, например, мята. Будет как тонизирующий идти. Можно заваривать. Можно вместе, например, с зеленым чаем. И замораживать маленькие, да, контейнеры. Кубиком, да, с утра протирать лицо. Будет очень красивый цвет лица. Если у кого-то личико красное, будут суживаться сосудики. Но здесь может возникнуть небольшая дилемма. Или уделить себе любимому, вспомнить утром, что у тебя есть эти кубики. И уделить себе любимому несколько дополнительных минут. Или все-таки сон может победить, в конце концов. Ну, можно несколько раз в неделю. Хотя бы пару раз. Пока что принимайте эти аплодисменты вам. А я, друзья, всем хочу сказать, что для того, чтобы пользоваться урожаем, который вырастет на ваших грядках, нужно сначала вырастить этот богатый урожай. А вот как это сделать, об этом поговорим буквально через несколько мгновений на телеканале «Беларусь-4». Не переключайтесь. Друзья, мы снова в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Говорим мы сегодня о весенних хлопотах, а их, как выясняется, превеликое множество. Нужно и после зимы себя в порядок привести и туристический маршрут продумать. И если у кого-то есть аллергия на какие-то, на пыльцу, на овощи, фрукты, от этого тоже надо как-то себя оградить. Так вот, остановились мы на том, что начали делать косметологическую процедуру. И, как выяснилось, что собственной грядки с дачи с огорода тоже можно использовать урожай в качестве основы для изготовления косметических средств в домашних условиях. Но для того, чтобы это делать, нужно еще и урожай вырастить. Сегодня у нас в гостях составитель лунных календарей, астролог Валерий Викторович Квальчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Викторович, вот скажу честно, вот сколько раз мы с вами встречались в этой студии в рамках программы «Добрый вечер», все равно для меня остается какой-то магией. Как Луна и вообще, в принципе, небесные светила влияют на то, что происходит у нас на грядках? Откройте тайну. Ну, тут тайна-то небольшая, ведь давно известно, что Луна влияет на человека во всех его проявлениях. И космос влияет, и Луна влияет, потому что Земля и Луна – это единый, в принципе, механизм. Например, мы знаем, что... С этим я согласен, но грядки... А грядки? Из чего состоят овощи? Из воды. А вы знаете про приливы и отливы? Кто влияет на приливы и отливы? Луна. Совершенно верно. Только благодаря Луне. Явление такое наблюдается где-то только... Да, вот такие же явления происходят точно и с овощами, и с людьми. Ну, например, возьмем такой период, как полнолуние. Вот это такой период, когда у человека такой прилив, что, например, делать операцию в этот день неразумно просто, потому что кровь плохо останавливается. Новолуние, наоборот, очень вялый человек, у него нет сил. То же самое происходит и в природе. Поэтому, например, почему не рекомендую сеять семена в Новолунии? Они могут не прорасти, они слабенькие. Поэтому их и не рекомендуется сеять в Новолунии. Ну и кроме того, скажу так, что ведь человек всегда влиял на природу и сам. А Луна влияла на человека. Вот, скажите, на вас Луна повлияет. Вы придете сегодня в плохом настроении из-за Луны, как луначик, например, на огороде, захотите что-то посеять. То есть она во всем виновата. Вы передадите семье неплохое настроение. Она получит от плохой энергии. Что вы получите? Вот единственное, то, что касается энергетической взаимосвязи, где-то от кого-то однажды слышал, что нельзя в плохом настроении готовить еду. Ничего нельзя делать в плохом настроении. Ну, тоже верно. Это логично. Но все дело в том, что растение любое, любое семечко – это живой организм. Он просто спит до определенного времени. А когда вы берете его в руки, когда вы опускаете в Землю, вот тут начинается его взаимодействие с космосом. Он получит от вас какую-то энергию, потом получит ее из космоса. Ну, скажем так, что на разные растения влияют по-разному. Ну, хорошо. Давайте вернемся к грядкам нынешнего сезона. Давайте вернемся к грядкам нынешнего сезона. Урожай чего ждать этим летом? Вообще, этот год есть разные календари. Например, есть такой календарь Септенера называется. Вот по этому календарю мы находимся под знаком Венеры. А Венера – это очень хорошая планета, которая дарит Земле очень много чего хорошего. Поэтому ожидается очень неплохой урожай. Прежде всего, это тех вот овощей, которых сегодня вы говорили. То, что хорошо будет потом, например, заниматься чем? Клубничкой помазать лицо, потому что клубника в этом должна быть хорошая. То же самое касается всех тыквенных овощей. Я думаю, что сейчас многие наши зрители улыбнулись, а некоторые даже и подпрыгнули. Друзья, урожай клубники будет хорошим в этом году. Сегодня клубника стоит дороговато, поэтому сейчас я бы не рекомендовал еще начинать мазаться клубникой. Далее, огурцы. Вот эти маски огуречные. Огурцы в этом году бродят. Можно же не только огурцами, можно любыми тыквинными растениями. В принципе, есть такое растение, крюкнег, не знаю, знает ли о нем. Это замечательная вещь для маски на лице. Кроме того, и бобовые, и зерновые должны в этом году уродить. Вот, коль мы заговорили уже и про урожай, и про косметические моменты, Оскар Маркович, что скажете как врач? Дело в том, что из того, что я сказал ранее, если у человека есть аллергия на пыльцу, то всем то, что я вот перечислил, то у кого вызывают аллергию, пользоваться кремами с пыльцой – это нехорошо. Может быть, местная реакция и общая тоже. Поэтому человек, который полинозом болеет, он знает, что мед нежелательен в любом проявлении. И местным тоже. Также и косметические препараты, содержащие пыльцу растений. Хорошо, а как тогда быть? Ну, это что-то другое. На какие сегменты? Клубника тоже влияет. На какие сегменты обратите внимание? Если клубника, если человеку пищевая легенда клубника, то, конечно, он не может мазать себе лицо, конечно. То есть, на все лицо – это такая штука, что она один раз дана, поэтому он к ней очень осторожно относится. Эти слова достойны аплодисментам. Я хотел бы обратить внимание вот на то, что в этом году обязательно нужно пользоваться целебными травами. Этот год просто замечательный для них. Они обладают такими свойствами, как ни в какой год. То же самое касается овощей и фруктов. Они наделены целебными свойствами. Поэтому ешьте побольше овощей, фруктов и пейте лекарственные травы. Ну, вот смотрите, я услышал то, что важно для меня. Это клубника, урожай хороший, и огурцы. Давайте продолжим о хорошем. Ну, лекарственные травы – это нужно идти в луга, в леса, там где-то собирать огонь. Почему? И специальные плантации. Например, лично я выращиваю на огороде. Да ладно. Я вам даже назову, какие травы в этом году наиболее целебные. Это, например, шалфей. Это, например, лаванда. У меня, кстати, это все растет на огороде. Это валериана. Липа. Это не трава, конечно, но это целебные растения. Значит, когда цветет липа, цветы липы собирают, вы знаете, используют. Мелисса, мята. То есть все это ожидает большой урожай в этом году? Это урожай будет нормально, но главное, что очень большие целебные свойства. Вот это самое важное для человека. Потому что бывает, что такие годы, когда растения несут такие целебные свойства, и смысл их употреблять, ну, очень такой невелик. А этот год, поэтому нужно их и заготовить еще. Обычно у них срок хранения год, не больше. Поэтому они на следующий год тоже будут действовать. Скажите, а распространяются ли эти правила, например, на декоративные растения? Вот у Андрея на даче растет петуния. Я сейчас скажу вам насчет петунии тоже. Андрей, ты говоришь, что еще растет. Вы, наверное, знаете... Да много чего растет. Лаванда в том числе растет. В том числе прекрасно. Голубенькие цветы красивые, полезные растения. Венера – это что? Богиня красоты. Поэтому все цветы в этом году будут. Не все, но большинство. В всяком случае, петуния точно. Причем очень будут красивые гиацинты в этом году. Ирисы. Пионы обещают в этом году прекрасное цветение. Поэтому я думаю, что все декоративные растения в этом будут очень хорошие. Вот форзица в этом году цвета, если вы знаете, что это такое, это кусты желтые. Наверное, многие видели в городе их. Вот они в этом прекрасно цветли. Ожидается чубушник, которым мы ошибочно называем жасмином. Будет хорошо цвететь. Так что ждите красоты. Ну, ложку дегтя, я думаю, все-таки маленькую стоит добавить. От чего не ждать сюрпризов приятных? Вы знаете, в этом году практически такого нет. Просто многое будет зависеть от этого условия. Яблоки, вишня. Яблоки будут. Вишня у нас проблема вообще в последние годы. Поэтому не поможет никакая остальная. Никакая луна. Да. Дело в том, что у нас просто выводятся сорта, которые были раньше, которые перепылялись между собой, давали очень богатый рожай. У нас здесь вишни вазами возили куда-то за границу дальше. А яблоки в этом году должны быть хорошие. По-моему, это прекрасная новость. Достойный аплодисментов. Вы знаете, наблюдается еще такая тенденция. Вот уже и синоптики отмечают, и те, кто занимается и садом, и огородом. Климат. С каждым годом у нас все становится теплее и теплее. Нет тех зим, которые, например, были в конце 70-х, в начале 80-х прошлого века. Соответственно, и меняется, скажем так, ассортимент того, что выращиваем на огороде. Это все те культуры, которые еще лет 15 назад были для нас экзотическими. Вот на тебе, пожалуйста, растут на грядках, огородах. Что можете сказать по этому поводу? Ну, если то, что не совсем экзотическое, но у нас получают приличный рожай, это, конечно, дыни и арбузы. Наши дыни и арбузы продаются на рынках. Вот в Реческом районе прекрасно выращивают продукцию. Рекомендую покупать, они очень хорошие. А что касается экзотических, вот новая культура у нас появилась, называется санберик. Или ягода солнца. Она очень полезна, и она стала у нас набирать обороты. Поэтому теперь вы видите дальше, что было экзотом на грядках, например, высаживать клюкву и голубику. Ведь у нас урожай снижается ее в лесах из-за того, что осушение болот происходит особенно, климат такой. Поэтому стали выращивать на грядках. Вы у многих увидите их на дачах. Это тоже экзотика. Поэтому у нас, ну, например, такое название, как Кервилева, мало что скажет, но это очень хорошая травка, которая у нас раньше не росла. И таких названий, конечно, можно найти много. Выращивайте сегодня любые экзоты практически. Только нужно знать время, когда посадить. Поэтому сегодня агроастрология – это не просто предсказание по планетам, по Луне. Нужно знать и агротехнику, нужно знать и агрономию. Все эти науки сегодня должны быть настольной книгой у каждого агроастролога. Ну и кроме того, надо заглядывать на огород к агроастрологу. Посмотреть, что у него растет. Вот я тоже еще нужны руки. Да, если у него на огороде ничего не растет, так извините, что же это за агроастролог? Поэтому теоретика – это теоретика, должен быть практикой. Валерий Викторович, ну, конечно, еще должны быть золотые руки, чтобы все на огороде росло. Это, наверное, безусловно. И у жены должны быть золотые руки. Безусловно, естественно. Давайте всем женам поаплодируем, которые работают на грядках в огороде в свои законные выходные дни. Хороший урожай, как мы только что уже успели выяснить, зависит еще и от золотых рук. Вот то, что касается рабочего процесса, на какие работы стоит сакцентировать внимание именно в этот весенний период? В этот весенний, не именно в этот весенний период. Ну, потому что уже рассада у многих зашла. Любой весенний период нужно обращать внимание. Вот вы смотрите, есть такая народная пословица. Будем у Крыма и будет житая гай. Дождей долго не было. Все сохнет. Все в пыли. В этом году ветры, как ни в каком году, значит, происходит эрозия почвы. Поэтому, конечно, поли в первую очередь. Потом у нас земли бедные. Без подкормок не обойтись. И нужно знать, в какое время какие подкормки производить. То есть, например, когда Луна растет, нужно производить подкормки минеральными удобрениями. Когда Луна убывает, нужно производить подкормки органическими удобрениями. То есть навозом, компостом и так далее. Ну, это все в календарях мы публикуем в «Гомельской правде». Каждую неделю вы можете прочитать подробный прогноз, когда что уносить, когда что делать. Взрыхление почвы, чтобы удержать влагу, обязательно нужно производить. Так что все работы читайте, мы вам все порекомендуем. А кого интересует, мне очень многие люди звонят, потому что мой телефон дается в газете. И я им персонально рассказываю, когда что кто-то знает, когда делать. Великолепные эти аплодисменты вам. Спасибо. Еще один вопрос, явление, которое, наверное, не только я заметил, а многие в этом году. Как никогда повторяется нашествие майских жуков. С точки зрения урожая и вообще природы, о чем это может говорить? Ну, я вам могу точно сказать, о чем это может говорить. В природном явлении это что за знак? Потому что к астрологии это имеет малое отношение. Потому что в астрологии майский жук это такое насекомое, которое, как бы, ну, собака, которая гуляет по себе, и майский жук гуляет сам по себе. Но дело все в том, что майский жук вылетает по мере поступления тепла. В этом году был очень холодный апрель. И в это время майский жук вообще не вылетал. А вдруг наступило тепло, поэтому массово начался лед майского жука одновременно. А так он каждый год примерно вылетает одинаково. Поэтому ничего особенного в этом нет. А вред они приносят большой, почему? Потому что они до этого живут где-то года два в земле. И у них личинки, которые называются сальники, они подъедают все. Так, примерно, как и медведка. Поэтому это вредитель серьезный. Ну, вы знаете, вы не только меня, но и всех наших зрителей успокоили тем, что клубника в этом году будет, яблоки в этом году будут, огурцы будут и много цветов. Вы знаете что, я вам скажу, что это я прогнозирую. Но не предсказываю, потому что предсказать что-то невозможно. Мы верим этим прогнозам. Более того, не устану напоминать о том, что все, что сказано в этой студии, в студии Доброго вечера, в прямом эфире, оно имеет обыкновение сбываться. Поэтому давайте поддержим все хорошие начинания бурными аплодисментами. Ну, а я тем временем хочу обратиться к нашим девушкам, которые работают в нашей импровизированной косметической студии. Александра. Ну, я так понимаю, что процедура уже закончена более чем. Да. Мы можем наблюдать, что мед у нас впитался. То есть можем сказать, что кожа у нас уже увлажненная. Сейчас мы посмотрим немножко, да, уберем. Можно сравнить две ручки, да, если будет видно. Какой у нас красивый цвет. Кожа стала более светлая, более нежная. Завис на невооруженном глаз. Да, можно вот, уже заметно. То есть долго мы не скрабируем, несколько минут, в зависимости, какой участок. К лицу такая процедура также применима? Да. Тоже можно применять. Единственное, что если у нас кожа воспаленная, либо акне, очень аккуратно. Очень стоит. И вопрос, который, я думаю, интересует многих. Как часто можно делать эту процедуру? Особенно на лицо и летом. Спасибо вам большое за то, что не на словах, а на деле показали, как приводить себя в порядок после долгой зимы. Вот этими теплыми майскими днями. Эти аплодисменты вам. Друзья мои, завершая наш эфир, вы знаете, я пришел к такому очень хорошему выводу. Какими бы странными, страшными или глобальными не были висения проблемы или хлопоты, все они решаются и в положительную сторону. Это сегодня подтвердили и наши гости, которым я хочу сказать огромное спасибо. Эти аплодисменты вам. Спасибо, что пришли, рассказали много полезной информации. Ребят, отдельное спасибо вам, великолепным музыкантам. Много музыки, много хорошего настроения и позитива подарили сегодня этим вечером. Ну и давайте, наверное, также завершим музыкальные композиции. Андрей, что будете исполнять? С огромным удовольствием. У нас вообще полная импровизация. Мы сами даже не знаем, что мы сейчас будем играть. Мы просто чувствуем ритм, мы передаем, транслируем свое настроение. Так что мы желаем всем хорошего настроения. Все положительные вибрации и эмоции. Вы начинаете, а я закончу нашу программу. Итак, друзья, напомню, что завтра будет еще один вечер, и он, безусловно, будет добрым, поэтому в 20.25, как всегда, включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель». Ну, а кроме всего прочего, ищите нас в соцсетях, добавляйтесь в наши группы, общайтесь с вами, рассказывайте, о чем бы вы еще хотели поговорить одним из добрых вечеров. А на сегодня все. Удачи вам пока. Студия Драйв у нас в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!